Это была самая долгая война в нашей истории. Все битвы и сражения разворачивались на наших глазах. И казалось, мы знаем всё. Подлинная история холодной войны таит в себе множество неразгаданных загадок и тайн. Политические интриги, операции спецслужб, заблуждения людей и амбиции властителей. Мы рассказываем о том, что происходило здесь, в Кремле. И здесь, в Белом доме. Президенту Соединённых Штатов Джеральду Форду не повезло с самого начала. Он неожиданно для самого себя занял кресло вице-президента, а потом столь же внезапно стал хозяином Белого дома, потому что его предшественникам одному за другим пришлось уйти из политики. А вице-президентом у Ричарда Никсона был Спиро Эгни. Но вдруг выяснилось, что он не доплатил налоги. Эгню подал в отставку. Я не виновен, утверждал вице-президент Спиро Эгни. Но ухожу, потому что это в национальных интересах. После долгих размышлений Никсон предложил Конгрессу утвердить новым вице-президентом опытного законодателя Джеральда Форда. Приняв присягу, новый вице-президент произнёс фразу, которая стала знаменитой. Я Форд, а не Линкольн. Он хотел подчеркнуть, что понимает своё место. Возможно, он поскромничал. Вскоре и Никсону пришлось уйти из-за отергейтского скандала, и Джеральд Форд внезапно стал президентом Соединённых Штатов. Внешне простоватый Форд был умелым администратором. Добросердечный, доброжелательный, он обладал ещё и здравым смыслом. С ним можно было говорить откровенно. Он не терял спокойствие и не был эгоистом. Джеральд Форд вставал в половине шестого утра. Он говорил, что есть и спать – это пустая трата времени. Делал гимнастику и в восемь уже сидел в рабочем кабинете. Форд профессионально играл в футбол. Служил в армии во Вторую мировую. Окончил юридический факультет Ельского университета. Он 13 раз избирался в палату представителей. Никто не решался назвать его большим интеллектуалом, но, видимо, это не главное качество для президента. По мнению его помощника, Брента Скаукрофта, руководителю страны необходимо мужество принимать решения и не отступать от них. Этими качествами Форд обладал. «Если говорить о том, с кем лучше всего было работать, вспоминал государственный секретарь Генри Киссинджер, так это с Фордом. Можете мне поверить, я видел многих президентов». Джеральд Форд в определенном смысле спас Америку, впавшую в отчаяние из-за утергейтского скандала. Но его главная проблема состояла в том, что на эту должность его не выбирали, а назначили. И он не считал себя облеченным доверием народу. Или, точнее, не верил, что способен быть полноценным президентом. Когда Форд поверил в себя, было поздно. Иногда президент должен быть безжалостным, хладнокровным и жестоким. Таких талантов у Форда не было. Осенью 1975 года президента Форда дважды пытались убить. Оба раза – женщина. Сейра Мур была осведомителем ФБР, при этом симпатизировала крайне левым и мечтала обратить на себя внимание. Это ей удалось. Линет Фром входила в банду психопата Мэнсона, приговоренного к пожизненному заключению за зверские убийства, и тоже мечтала кого-нибудь убить. Секретная служба арестовала еще пятерых человек, которые хотели убить Форда. Почему на него ополчилось столько людей? Объяснить это невозможно. Иногда в мире возникает настоящая эпидемия покушения. В Советском Союзе Джеральда Форда считали продолжателем никсоновской политики разрядки. Ему благоволение. В ноябре 1974-го президент Форд прилетел во Владивосток, чтобы встретиться с Леонидом Ильичем Брежневым. Переговоры велись на очень сложную тему. Обсуждалось новое соглашение по ограничению стратегических наступательных вооружений. Когда Брежнев уехал на Дальний Восток, старшим в Москве остался член политбюро Николай Подгорный. Он позвонил Брежневу во Владивосток и сказал, что, по мнению военных, предложения американцев неприемлемы. Подгорный предложил отложить встречу до следующего года, а за это время поднажать на Вашингтон. Но Брежнев и Громыко считали, что надо идти на компромисс с американцами. Брежнев настоял на своем, но эти споры с членами политбюро ему дорого обошлись. Во время переговоров у него случился спазм сосудов головного мозга. После Владивостока здоровье Брежнева резко ухудшилось. Политическое здоровье Джеральда Форда было еще хуже. Он не мог противостоять своему сопернику-демократу Джимми Картуру. Поражение Форда стало неизбежным. Когда на дебатах разгоряченный президент выпалил, Советский Союз не доминирует и не будет доминировать над Восточной Европой при администрации Форда. Эти слова ему дорого обошлись. Его соперник Джимми Картер только усмехнулся, а журналист, который вел дебаты, вцепился в Форда. Неужели президент и в самом деле так думает? Джеральд Форд пробыл в Белом доме совсем недолго. Но это, пожалуй, было очень неплохое время для советско-американских отношений, потому что Форд хотел продолжить линию Никсона на улучшение отношений, на сокращение вооружений. Но он проиграл выбор и покинул Белый дом. Настало время возрождения, говорил Джимми Картер. Мы должны вновь обрести веру. Мы хотим снова гордиться. Мы снова хотим правды. Настало время, когда правительство будет подчиняться людям, а не наоборот. В ходе предвыборной кампании Картер критиковал разрядку, вспоминает известный американский дипломат Строуп Телбот. Он назначил своим советником по национальной безопасности Збигнева-Бжезинского, одно лишими которого с типично славянскими шипящими звуками воплощало в себя особую озлобленность иммигранта из восточноевропейских стран. В глазах Москвы он был самой опасной разновидностью рыцаря холодной войны. В Кремле были уверены, что Форд выиграет выборы, а вместо Форда президентом стал Джимми Картер. Набожный человек и моралист, он оказался самым неподходящим партнером для советских руководителей. А вот войск в Афганистан окончательно испортил советско-американские отношения. Пока Картер находился в Белом доме, отношения с Советским Союзом упали до самого низкого уровня. Будущий президент Соединенных Штатов Джимми Картер родился в деревянном, плохо отапливаемом доме на железнодорожном полустанке. Денег, чтобы отправить мальчика в колледж, у семьи не было. Джимми поступил в военно-морскую академию, где учили на казенный счет. Ему нравилась служба на флоте, он мечтал служить на ядерных подводных лодках, но демобилизовался после смерти отца, чтобы помочь семье. Он выращивал арахис на своей ферме, преуспел в бизнесе и решил заняться политикой. Он ездил по городкам, подходил к людям и говорил, меня зовут Джимми Картер, и я хочу, чтобы вы меня поддержали на выборах. Сначала Картера избрали в законодательное собрание штата Джорджии. Потом он победил на губернаторских выборах. Мы свернулись в дороге, которую у нас дома назвали бы проселочной, и попали в автомобильный музей. Это одна из самых крупных в мире частных коллекций старых автомобилей. Человек, который сделал состояние на продаже картофельных чипсов, Уильям Бейкер, создал собственный музей. Я думаю, что эти старые машины, или, вернее, развитие автомобильной Америки больше говорит об этой стране, об этих людях, чем многие тама социопсихологов и историков. Этот автомобильный музей, вообще говоря, можно было бы назвать музеем американской мечты. Политика его не испортила. Очень набожный, он поклялся никогда не врать людям. И в 76-м году американцы решили, что губернатор Джорджия – самый подходящий человек для того, чтобы стать президентом страны. Честный, простой, религиозный, не столичная штучка и не юрист. Картер одолел сорт. Американская столица совсем не похожа на Москву. Сплошные министерства, музеи, картинные галереи и памятники. И ни один американский чиновник не мечтает о квартире в Вашингтоне. Наоборот, отсюда люди бегут. Когда-то здесь было 800 тысяч населения, а сейчас осталось всего полмиллиона. Отработав свой срок в правительстве, чиновники перебираются в другие места, более теплые и комфортабельные. Другое дело, что это достаточно процветающий район. Каждый третий вашингтонец работает на правительство. А правительство тратит деньги на себя и на своих чиновников, вне зависимости от того, хорошо в экономике сейчас или плохо. Или даже, скорее можно сказать, по-другому. Когда дела в экономике идут хуже, правительство тратит на себя и на своих чиновников значительно больше денег. Президент Гарри Трумэн говорил о Вашингтоне. Если вы хотите иметь друга в этом городе, заведите себе собаку. У Картера было мало друзей. Он работал с утра до вечера. Один только министр обороны Гарольд Браун приносил ему толстенные пачки документов. Картер прочитывал сотни страниц и требовал еще. Инженер по профессии, он пребывал в уверенности, что в состоянии разобраться в любом самом сложном деле. Белый дом – это резиденция президента Соединенных Штатов. А его администрация, люди, которые формулируют внешнюю и военную политику страны, находятся вот в этом старом административном здании. Когда-то здесь находились военные, потом дипломаты, а после Второй мировой войны разместился аппарат президента. Вот отсюда велась холодная война. Картер вел себя нарочито скромно, чтобы покончить с роскошью имперского президентства Никсона. Он сам носил свой портфель, отправил дочь в муниципальную школу, продал президентскую яхту, сократил количество автомобилей в гараже Белого дома и срезал своим сотрудникам зарплаты на 10%. Во время энергетического кризиса Картер старался сократить потребление бензина, чтобы сохранить запасы нефти для будущих поколений. На Белом доме установили солнечные батареи. Он распорядился понизить температуру в Белом доме и, выступая по телевидению, призвал сограждан последовать его примеру и не растрачивать энергию понапрасну. Белый дом довольно открытое учреждение. Все американские президенты и особенно их жены жаловались на то, что ничего невозможно удержать в секрете, что самые мелкие подробности интимной жизни немедленно становятся известными широкой публике. Советские дипломаты, разведчики и ученые десятилетиями изучали американскую политику и выясняли, что именно происходит в Белом доме. И у них было множество информации, множество источников, которые сообщали им очень интересные подробности. И при этом поразительным образом в Кремле почти совсем не понимали американскую политику и движущие мотивы, которые руководили американскими президентами. Это непонимание, возможно, было одной из главных причин, почему холодная война продолжалась так долго. Как правило, в 5.30 утра Джимми Картер уже входил в рабочий кабинет и просиживал над бумагами до позднего вечера. Подчиненные считали, что Картер занимается мелочами, которые экономят казне сотни долларов, хотя его выбирали для того, чтобы он экономил миллионы и миллиарды. Пригласив на завтрак в Белый дом руководителей Конгресса, президент ограничил меню печеньем и кофе. Законодатели взбунтовались и требовали добавить в меню яйца. Эта история испортила отношение Картера с законодателями. Президент Соединенных Штатов – один из самых влиятельных людей в мире. Но его власть сильно ограничена Конгрессом Соединенных Штатов. Это, кстати, почти никогда советские руководители не понимали. Они привыкли иметь дело с безвластным Верховным Советом, который просто штамповал решение, принятое Политбюро, и не понимали роли значения общественного мнения Конгресса в определении американской внешней политики. И почти никогда не пытались убедить в своей правоте американских конгрессменов. Всегда казалось проще договориться с одним президентом, чем с сотнями законодателей. Джимми Картер, как человек очень совестливый и религиозный, считал, что все правительства в мире обязаны соблюдать права человека. Для него это был вопрос принципа. «Если мы видим, что людей несправедливо сажают, мучают, лишают прав», – говорил Картер, «Соединенные Штаты не вправе молчать». Картер попросил Конгресс прекратить помощь латиноамериканским диктаторам, прежде всего генералу Алгусто Пиночетту. Потом выступил в поддержку академика Андрея Сахарова и принял в Белом доме высланного из Советского Союза известного диссидента Владимира Буковского. «Мы должны подтвердить», – повторял Картер, «что наша приверженность правам человека является фундаментом внешней политики Соединенных Штатов». Эти речи вызывали в Москве нескрываемое раздражение. Советские руководители не верили в искренность американского президента. Считали, что Джимми Картер сознательно проводит антисоветскую политику. Начался упадок разрядки. Отношения Запада и Востока портились на глазах. Холодная война была столкновением Запада и Востока. Но не точнее ли будет сказать, что это была война между двумя великими державами, Советским Союзом и Соединенными Штатами? И в таком случае Белый дом в Вашингтоне и Кремль в Москве были штабами по проведению этой войны. Но вот главный вопрос. Была ли холодная война неизбежностью, противоречием вырастающим из геополитики, истории, столкновением, продиктованным растущими амбициями двух великих держав? Или же это было столкновение двух лидеров? Один из которых был хозяином Белого дома, другой – Кремля. Картер, считают американские историки, был уверен, что казавшиеся непреодолимыми препятствия исчезнут, как только он и Брежнев смогут взглянуть друг другу в глаза и по-мужски обсудить проблемы мира и войны. Но Брежнев и другие советские руководители с большим подозрением относились к Картеру, которого считали до нелепости наивным человеком. На взаимоотношения Советского Союза и Соединенных Штатов серьезное влияние оказывал третий крупный игрок – Китай. В конце января 1979 года в Вашингтон по случаю восстановления дипломатических отношений приехал заместитель премьера госсовета КНР Дэн Сяопин. На первые роли он выдвигал других людей, а сам руководил как бы со стороны. Но все знали, что этот Дэн принимает в Пекине все ключевые решения. Жизненный путь Дэна Сяопина – это мечта биографа. Это фантастическая история, включающая в себя войну, революцию, взлеты и падения, поразительные успехи и личные трагедии. Когда Мао Цзэдун приехал в Москву в 1957-м, он показал Хрущеву Дэна. Посмотрите на этого маленького человека. Он очень умный, и у него большое будущее. Во время культурной революции Дэна с женой отправили работать на тракторный завод. Его младший брат, не выдержав издевательств со стороны Хунвейбинов, покончил с собой. Старшего сына Хунвейбины превратили в инвалида. Дэн вернулся к власти после смерти Мао. Дэн никогда не выражал сомнений в верности марксизма-ленинизма, но был прагматиком до мозга костей. Американцы показали Дэн Сяопину автомобильный завод и космический центр. Его усадили в кабину управления космическим кораблем, где моделировался реальный полет. Руководитель народного Китая увлекся игрой и не хотел уходить. Он и на Родео побывал с интересом. Не отказал себе в удовольствии покрасоваться в ковбойской шляпе. Дэн обладал одним фантастически важным качеством. Он смотрел на мир незашоренным взглядом. Увидев, что рыночная экономика способна накормить людей, сделать страну процветающей, он безжалостно отбросил все догмы социалистического хозяйства. «Если бы я мог родиться снова», – сказал Дэн в узком кругу после поездки в Америку, «в Китае уже сейчас существовала бы рыночная экономика». Во время визита Дэн Сяопин всячески демонстрировал свое расположение к Соединенным Штатам. «Мы приехали», – говорил Дэн, – «чтобы выразить дружбу китайского народа к американскому народу. И здесь, на вашей земле, мы ощущаем ваше дружеское отношение к нашей стране». Одновременно Дэн Сяопин не упускал случая пройтись на счет Советского Союза. На одном приеме Дэн прямо обвинил Москву в агрессивности и вероломстве. Да и в самом Китае, когда приезжали американцы, звучали зловещие тосты – «Долой нашего общего врага – полярного медведя». Картер записал в дневнике. Дэн сказал, что КНР не желает войны. Китайцам нужен длительный мир, чтобы осуществить модернизацию. Советский Союз, в конце концов, развяжет войну. Но мы можем оттянуть войну до конца столетия. Дэн не считает, что нужен формальный союз. Но мы должны координировать свои усилия, чтобы сдерживать Советский Союз. В конфиденциальном разговоре Дэн предупредил американцев, что Китай намерен преподать урок вьетнамцам. Отношения двух стран, между которыми всегда существовали сильные противоречия, приняли откровенно враждебный характер после того, как вьетнамские войска вошли в Камбоджу. Тогда она называлась Кампучии, и у власти находились красные кхмеры, которые, среди прочего, устраивали настоящие вьетнамские погромы. Ханой ввел войска в Камбоджу, не предупредив Москву. Но китайцы, которые поддерживали красных кхмеров, были уверены, что Вьетнам действует по указке Советского Союза, и решили наказать вьетнамцев. В середине февраля 1979 года, менее чем через две недели после поездки в Америку, Дэн двинул китайские войска на Вьетнам. Фронты холодной войны перевернулись. Одно социалистическое государство напало на другое. Идеология отошла на задний план. По всему миру проросли зерна ненависти, посеянные холодной войной. Она продолжалась так долго, что стала жесткой структурой, определявшей все события в мире. Американцы, русские, европейцы, да и все остальные стали заложниками этого противостояния. Вместе с тем, холодная война служила своеобразной гарантией от всеобщей катастрофы. Не позволяла локальным конфликтам приобретать глобальный характер. Великие державы поставляли своим вассалам оружие, чтобы они могли воевать, но сами определяли масштабы конфликта. Преподать урок вьетнамцам не получилось. Это была очень неудачная кампания для плохо обученной китайской армии. Вьетнамцы, имевшие большой боевой опыт, легко отразили нападение. Китайские войска заняли нескольких городов, затем объявили себя победителями и ушли. Советские войска на Дальнем Востоке были приведены в состояние полной боевой готовности, но в конфликт не вмешались. Мы не знаем, какого следующего шахматного хода ждать от китайской стороны, внушал министр иностранных дел Громыко своим подчиненным. Средняя норма терпения, умноженная на тысячу, вот что нам нужно. Этот запас выдержки у нас есть. Не следует поддаваться наскокам, личным выпадам. Эта линия остается в силе. Война на Дальнем Востоке не помешала Картеру и Брежневу встретиться в 1979 году. По протоколу встреча должна была состояться на американской территории, потому что американские президенты уже дважды приезжали в Советский Союз, а в дипломатии действует принцип взаимности. Но советские дипломаты объяснили американцам, политбюро считает нецелесообразным, чтобы Леонид Ильич летел через океан. Американцы с пониманием отнеслись к состоянию здоровья Брежнева. Для подписания договора об ограничении стратегических вооружений Картер и Брежнев встретились в Вене. Процедура подписания проходила в редутном зале дворца Ховборг. Советский министр иностранных дел в полголоса спросил маршала Устинова, как думаешь, расцелуются они или нет? Нет, незачем целоваться, твердо ответил Устинов. Не уверен. Заметил многоопытный Громыка. Брежнев и Картер поцеловались. Потом Брежнев спросил своего переводчика Виктора Суходрева. Скажи, Витя, а ничего, что я с Картером расцеловался? Но ведь это он первый. Суходрев подтвердил, что все было совершенно нормально. Господин председатель говорил после подписания Джимми Картера. У нас с вами есть дети и внуки, и мы хотим, чтобы они жили в мире. Мы с вами немало поработали для того, чтобы обеспечить нашим собственным детям и детям наших стран эту безопасность. Но 79-й год оказался для Картера крайне неудачным. В Иране вспыхнула исламская революция, которая будет иметь огромные последствия для всего мира. Шахри-Зап Ихлеви был важнейшим союзником и опорой Соединенных Штатов на Среднем Востоке. Но американцы проморгали перемены, происходившие в стране. Они слепо верили во всемогущество Шаха. Американские дипломаты и разведчики в Тегеране не интересовались настроениями оппозиции. Они не спасли Шаха и не спасут себя. Во время визита в Тегеран президент Картер не только провозгласил тост за великого лидера Ирана и иранский народ, но и произнес фразу, которую ему не забудут и не простят. Иран – островок стабильности в самом нестабильном регионе мира. Шах был доволен словами президента, но в Тегеране уже начались антишахские демонстрации. Видя, что народ не успокаивается, Резап Ихлеви покинул Иран 16 января 1979 года. Никто еще не мог предположить, что в стране начинается революция. Надеюсь, мы успокоим волнение и восстановим отношения между Шахом и народом, говорил премьер-министр Ирана Шахпур Бахтияр. Но через две недели, 2 февраля, в страну триумфально вернулся аяталлах Рухалла Хамейни, ненавидевший Шаха за его реформу. Его встречали 5 миллионов восторженных иранцев, которые выстроились на улицах, чтобы своими глазами увидеть имама. В апреле Хамейни провозгласил Иран исламским государством. Бежавшего из страны Шаха приютил президент Египта Анвар Саддат. Для радикальных исламистов это было уже второе преступление египетского президента, заключившего мир с Израилем. Это стоило ему жизни. Во время военного парада в Каире исламисты расстреляли Саддата. Покинув Египет, Шах нигде не мог найти убежище. Никто не хотел ссориться с аяталлой Хамейни, только Картер не мог бросить в беде старого друга. 20 октября 1979 года посольство Соединенных Штатов в Тегеране получило шифровку из Вашингтона, информируя тиранские власти, что Шаху разрешено въехать в Соединенные Штаты для диагностики и лечения. Американские дипломаты и разведчики в Тегеране были поражены. Они считали, что надо дистанцироваться от Шаха, раз уж Вашингтон пытается наладить отношения с революционным режимом. 22 октября 1979 года на личном самолете Дэвида Рокфеллера Шах был доставлен в Нью-Йорк. Это стало желанным поводом для Хамейни и окружавших его исламистов. Они желали полного разрыва отношений с Соединенными Штатами, чтобы в стране не осталось ни одного американца. 4 ноября толпа численностью примерно в 3000 человек неожиданно вломилась в ворота американского посольства. Толпа разоружила малочисленную охрану и ворвалась в главное здание. Иранцы взяли в заложники 66 американцев. Это весь остававшийся в Тегеране дипломатический персонал, морские пехотинцы из охраны, а также люди, случайно оказавшиеся в посольстве. В обмен на освобождение заложников Аэтала Хамейни требовал от Америки выдать бежавшего из страны Шаха, также вернуть Ирану все деньги Шаха, принести народу Ирана извинения за вмешательство в его внутренние дела и обещать больше этого не делать. Несколько месяцев государственный секретарь США Сайрус Венс тщетно пытался договориться с иранскими властями об освобождении заложников. В Тегеран с посреднической миссией отправился генеральный секретарь ООН Курт Вальдхайм. «Моя цель», — объяснил журналистов Вальдхайм, прежде всего, — урегулировать кризис. С ним беседовал министр иностранных дел Ирана Садек Готбзаде, но он ничего не решал в стране. Миссия Вальдхайма провалилась. Сказав, что «мы провели обмен мнениями», генсек ООН покинул Тегеран. Тогда президент Картер отдал приказ провести военную операцию, чтобы спасти заложников. Вечером 24 апреля 1980 года три американских транспортных самолета, три самолета-заправщика и восемь вертолетов вошли в воздушное пространство Ирана. Система противовоздушной обороны страны после революции находилась в плачевном состоянии, так что иранские военные появления американской авиации просто не заметили. На борту американских самолетов находилось 90 десантников и такое же число вспомогательного персонала. Одновременно американская агентура внутри иранской столицы получила задание устроить нечто вроде маленького восстания. По плану, составленному в Пентагоне, американские десантники должны были ночью тайно проникнуть в Тегеран и освободить взятые в заложники американских дипломатов. Дозаправка вертолетов проходила уже на иранской территории. В полной темноте один из вертолетов налетел на самолет-заправщик и пропорол ему брюхо. Обе машины вспыхнули. Сгорело все топливо, предназначенное для операции. Восемь человек погибли. Обломки взорвавшихся машин повредили еще четыре вертолета. Бойцы спецназа, решив, что напали иранцы, открыли беспорядочную стрельбу. С командного пункта, развернутого в Египте, требовали продолжать операцию. Но у полковника Чарльза Беквита, который находился в пустыне вместе со своими бойцами, оставалось всего пять вертолетов. Во время штурма и они могли быть повреждены, что сделало бы операцию невозможной. На двух-трех вертолетах эвакуировать больше 170 человек, то есть всех заложников и спецназ, немыслимо. Полковник Беквит приказал бросить технику и оружие, погрузил всех в транспортные самолеты и дал приказ взлетать. На следующий день иранские солдаты обнаружили четыре брошенных вертолета и остатки сгоревших машин. Всю вину взял на себя Картер. Он обратился к стране по телевидению. Считая необходимым спасти заложников, я принял решение о спасательной операции. Когда во время дозаправки мы потеряли вертолеты, я принял решение прекратить операцию. Я один отвечаю за все, что произошло. Кризис с заложниками в Тегеране погубил Джимми Картера. Он воспринимался как плохой руководитель, который не может справиться с проблемой. Захват заложников президент воспринял как личную трагедию. Он превратил овальный кабинет в штаб по спасению американских дипломатов. Но у него ничего не получалось. Американцы видели, что Картер измотан и истощен. Он не мог выиграть избирательную кампанию. Ее исход был написан на его лице. Президентские выборы в Соединенных Штатах в ноябре 1980 года приходились на первую годовщину захвата американских дипломатов в Тегеране. Картер мечтал освободить их до дня выборов. Это прибавило бы ему симпатии в глазах избирателей. Но иранцы не торопились. Картер проиграл выборы. Теперь ему хотелось освободить заложников, пока он остается в Белом доме. То есть до 20 января 1981 года, дня вступления в должность нового президента. И иранцы согласились их отпустить. Говорят, что Хамейни произнес, мы выжили их как лимон, они нам больше не нужны, отправьте их назад. Иранские исламисты жаждали только денег. Они требовали по 4 миллиарда долларов за каждого заложника. Согласились на 8 миллиардов за всех. Деньги взяли с иранских же счетов, замороженных в американских и европейских банках. Американцы вычли из этой суммы иранские долги и оставшиеся 3 миллиарда перевели в Иран. Последние два дня в Белом доме Картер провел в бесконечных переговорах о процедуре вывоза заложников из Ирана. Четыре года Картер запрещал снимать себя в овальном кабинете. Теперь он снял запрет. Картеру сообщили, что самолет с заложниками готов к взлету в Тегеранском аэропорту. Всю ночь Картер и его команда ждали, что заложников освободят. Под утро стали одеваться. Пора освобождать Белый дом. Одного человека оставили у телефона. На тот случай, если что-то произойдет. Но в Тегеране отпустили дипломатов только через 40 минут после того, как Рональд Рейган принес присягу. Это была последняя месть Аяталлы Джимми Картера. Советский Союз совершил свою порцию ошибок на Среднем Востоке. Я думал, украли. Нашли, нашли. Я тебе говорю, что нашли. Когда Брежнев тяжело заболел и выпустил вожжи из рук, внешнюю военную политику стала определять тройка. Председатель КГБ Юрий Андропов, министр обороны Дмитрий Устинов и министр иностранных дел Андрей Громыко. Власть Триумвирата была хуже, чем единоличное правление Брежнева. Уверенный в себе лидер, способен пойти на уступки и компромиссы. А каждая из тройки стремился продемонстрировать свою непоколебимость и стойкость, загоняя страну в жесткую конфронтацию с внешним миром. Андропов, Устинов и примкнувший к ним Громыко затеяли афганскую авантюру. 27 апреля 1978 года в Кабуле просоветски настроенные офицеры совершили государственный переворот. Президента Дауда и его семью расстреляли. 30 апреля Советский Союз признал новую власть. Один из участников заговора заранее поставил в известность советских разведчиков. Если бы советская разведка предупредила президента Дауда, судьба Афганистана пошла бы иным путем. Остались бы живы сотни тысяч афганцев и 15 тысяч советских солдат. При Дауде Афганистан был прекрасным соседом нашей стране. Страна сопротивляла социалистическим преобразованиям. Афганцы не спешили становиться марксистами. В марте 1979 года вспыхнул антиправительственный мятеж в крупном городе Герате. К мятежникам присоединились части воинского гарнизона, был убит один из наших военных советников. Кроме того, началась грязня в афганском руководстве. Вожди революции убивали друг друга. Советский Союз, считает один из руководителей международного отдела ЦК КПСС Карен Брутенс, поддержал новую власть по идеологическим соображениям, следуя логике холодной войны. Но главное, подчинились соблазну иметь послушного союзника на южной границе в стратегически важном районе. Но афганское правительство не могло существовать самостоятельно. 12 декабря 1979 года приняли решение ввести войска. Доводы все были фальшивые. Ссылка на приглашение афганского правительства беспредельно циничной, ведь приглашал Хафизул Амин, которого убили. Пьянил, побуждая переоценивать свои возможности, достигнутый именно в 1979-м стратегический паритет с Соединенными Штатами. Это кульминация военного могущества, что заставляло верить в военную силу при решении проблем. Смотрите, товарищи, говорил Громыко своим подчиненным, как радикально переменилось соотношение сил в мире. Не так давно мы были вынуждены вновь и вновь перекидывать на политбюро, прежде чем предпринимать какой-либо внешнеполитический шаг. Какова будет реакция США, что сделает Франция и так далее. Эти времена закончились. Если мы считаем, что что-либо надо обязательно сделать в интересах Советского Союза, мы это сделаем. Что бы они там ни кричали, соотношение сил таково, что пошевелиться больше уже не смеют. Мы стали действительно великой державой. Войска в Афганистан ввели, когда Брежнев был уже совсем болен. Если бы Брежнев был в порядке, он, скорее всего, не позволил втянуть страну в афганскую авантюру. Как выразился известный дипломат Валентин Фалин, близкий к Брежневу, все дела обделывались за спиной генерального. Точнее сказать, генеральный секретарь лишился способности трезво оценивать ситуацию. Леонид Ильич переживал упадок разрядки своего любимого внешнеполитического детища, но ничего поделать уже не мог. Удивленный посол в Вашингтоне Анатолий Добрынин спросил у министра иностранных дел, зачем ввели войска в Афганистан, ведь крупно поссоримся с американцами. Громыко успокоительно ответил, это только на месяц, все сделаем и быстро уйдем. Советские руководители плохо понимали, во что ввязались. Последствия ввода войск были для Советского Союза очень тяжелыми. Это одна из крупнейших неудач советской внешней политики. В Вашингтоне опасались, что советские войска не удовлетворятся Афганистаном, и их подлинная цель – нефть Ирана. На картах Персидский залив казался совсем рядом, несколько танковых бросков. Просто осуждения недостаточно, говорил возмущенный президент Картер. Советский Союз должен заплатить цену за то, что он сделал. Мы обязаны показать Советам, что они не имеют права вторгаться в соседние страны. Картер был поражен, когда Советский Союз ввел войска в Афганистан, вспоминал Фрэнк Карлуччи, заместитель директора ЦРУ. Нас это не удивило. Мы предупреждали его, что дело идет к этому. Но он просто не мог поверить, что русские на это решатся. Я уведомил Международный Олимпийский комитет, сообщил Картер Конгрессу, что из-за советского вторжения в Афганистан я против участия американской команды в Московской Олимпиаде. Юрий Владимирович Андропов в Афганистане попался в ловушку своего ведомства, которое предложило простое решение проблемы. Убрать президента Хафизулу Амина, доставить в Кабул своего человека Бабрака Кармаля и поставить его у власти. Тайные операции с облазнительной простотой дешевизны и секретности. Аналитический аппарат КГБ не просчитал последствия ввода войск не только в самом Афганистане, но и вокруг него, прежде всего, реакцию исламского мира. Роковые решения 79-го года привели к тому, что агрессивный фундаментализм пришел к власти в Иране и Афганистане. Фанатики, исповедующие эти взгляды, намерены создать халифат, который будет объединять все новые и новые страны и расширяться до момента создания всемирного исламского государства. Но великие державы не сразу осознали, какая опасность им грозит. Они все еще вели между собой холодную войну. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова